Татьяне Байбак, учителю школы номер 2 села Хурба, присвоено почетное звание, почетный работник сферы образования Российской Федерации. Татьяна Николаевна руководит вокальной студией «Вдохновение» и районным профессиональным объединением педагогов по направлению искусства. Наша съемочная группа побывала в Хурбинской школе, чтобы рассказать о талантливом педагоге. Урок музыки в школе номер 2 села Хурба начинается со слов о важном. Преподаватель Татьяна Байбак обсуждает с учениками героическую тему в русской классической музыке. Дети открывают партитуру с оперой Михаила Глинки и Иван Сусанин, слушают произведения и вместе с учителем делают разбор. Идея отваги, смелости наших русских людей, они до сих пор, эти идеи, и в наше современное время. Здесь нужно, чтобы они слушали и классическую академическую музыку, и из этого потом будет рождаться общее состояние души, и понимание правильности, правильного направления, выбора музыки. Музыка сопровождает Татьяну Байбак на протяжении всей жизни. Татьяна Николаевна окончила Барнаульское музыкальное училище по классу фортепиано, училась на отделении искусствоведения в Алтайском государственном университете. Общий педагогический стаж Татьяны Николаевны – 30 лет. С первых дней, как только пришла Татьяна Николаевна, наша школа наполнилась вдохновением. Запели все не только дети, но и педагоги. Она сумела организовать и детские коллективы, причем сначала один коллектив, потом самых старших взяла, потом взяла поменьше, поменьше, поменьше. ПЕСНЯ Известный хит Майкла Джексона на сцене исполняет Екатерина Щенникова. В далеком 2010 году, когда Екатерина училась в 8 классе, Татьяна Николаевна вела у нее музыку и мировую художественную культуру. С тех пор Екатерина стала участником вокальной студии «Вдохновение». Она просто заметила, услышала, как я пою и пригласила меня на прослушивание в вокальную студию. Ну и все, и можно так сказать, что после этого я здесь до сих пор. Коллективу «Вдохновение» уже 13 лет. Сейчас в нем 53 человека. Среди них – обладатели российских и международных наград. Образцовая вокальная студия регулярно выезжает на фестивали высокого уровня. Отстаивала честь Хабаровского края на конкурсах в Праге и Париже. Почти каждый год выезжаем в Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток. Это уже для нас очень частые конкурсы. Поэтому горшусь своими детьми. 2023 объявлен годом педагога и наставника. 10 марта Татьяна Байбак отправится в Хабаровск. Там ей присвоят звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Награда станет поощрением за поистине высокое достижение. Формирование у детей интереса к мировой культуре. Максим Мейерсон, Олег Фролов. Для выпуска новостей.